А я ее... Их морили голодом, устраивали жестокие пранки, доводили до нервных срывов и использовали в своих целях. Кажется, что речь идет о чем-то ужасном. И явно не такие мысли приходят, когда слышишь что-то о милом детском контенте. Неожиданный контент на моем канале, не так ли? Поэтому тут без предыстории никуда. Недавно у моих близких людей родился ребенок. И поэтому для того, чтобы быть ответственным взрослым, который переживает о чужих детях, моих близких людей, я стала изучать концепт ребенка, потому что я про детей ничего не знаю. И когда я стала изучать в принципе, что такое ребенок, как может быть помочь новой маме, или может быть чем ему будет полезно или бесполезно, что можно спрашивать, что нельзя спрашивать. В общем, я решила изучить информацию. Я наткнулась на так называемые семейные каналы. И в поисках важной и полезной для меня информации, когда я наткнулась на это, я поняла, что вы тоже должны на это наткнуться, хотя бы на моем канале, даже если эта тема вас не интересует, потому что это полная жесть. Что ж, давайте изучим, какие тайны скрываются за счастливыми детскими каналами. Ой, семейными. Я Ава Мелисса, и сегодня мы поговорим о темной стороне такого контента. Видео обещает быть интересным. Ну а мы начинаем. Кстати, да, лайк, подписка. Я думаю, что даже если вас не интересует концепт семейного или детского контента, вы так или иначе что-то про это дослышали. Будь то видео на ютубе, фотографии в соцсетях известных вам матерей, знаменитостей, или какие-нибудь популярные релсы с детьми. Казалось бы, ну ничего странного, милый, смешной, отчасти какой-то даже прикольный семейный контент. Все там счастливы обычно, и дети красивые, и купаются они в игрушках, и купаются они во внимании, и все как будто бы прям хорошо. Но и на первый взгляд в этом ничего такого нет. В наш век в эрак цифровых технологий, когда мы все вываливаем в интернет, то и такие каналы, конечно же, тоже окей. Тут, конечно, можно развести долгую демагогию и встать на какую-то сторону из серии, что ребенок, он же тоже человек, и почему кто-то снимает его против воли даже с его родителей. Или можно наоборот сказать, что нет, это же родители и ребенок их собственность. Из этого тоже создает целое обсуждение, кстати, на какой стороне вы находитесь этой монеты. Потому что я бы, наверное, не хотела, чтобы мои родители использовали меня в моем детстве для того, чтобы, ну, снимать на мне контент. Я бы хотела обычного, простого человеческого детства. Но, с другой стороны, это как будто бы классная возможность для людей заработать много денег и обеспечить безбедное будущее своему потомству. Но, с другой стороны, если это зайдет, потому что далеко не все видео заходятся тем же самым детьми, и некоторые дети еще дополнительно, как мне кажется, подвергаются некоторому, даже в какой-то степени буллингу в школе, если родители снимают их, и это еще и не заходит, а как будто бы это реально палка даже не о двух концах, а о миллионах концов. Но сегодня мы не про это. Что-то я заговорилась. В общем, так или иначе, если отойти от этих обсуждений, такие видео, на первый взгляд, кажутся достаточно безобидными. Ко всему прочему, инфлюенсеры семейную жизнь давно уже удачно превратили в заработок. Ну, взять тех же самых кардашьян. А их дети с малых лет знают, как классно получаться на фотографиях, они уже тусуются со многими знаменитостями, да и сами, естественно, очень популярны. А иногда они даже становятся главными героями мемов. Это точно, Макс, Макс, это ты? Привет! Я теперь extremely slay меньше волос. Однако, во многих семьях вся эта история всего лишь мишура. За милым, смешным, развлекательным семейным контентом зачастую... Полный трэш. И настоящий ад происходит в англоязычных соцсетях, в англоязычном ютубе. Все настолько дико, что... Ладно, это будет спойлер. Что привело к заключению одной из таких матерей семейных каналов к терме. Но об этом будет немножко попозже. Давайте начнем по порядку. В десятые годы в американском ютубе начинают появляться семейные каналы. И как только люди понимают, что такой контент набирает кучу просмотров, их становится все больше и больше. А как мы знаем, что в погоне за просмотрами люди готовы вообще на очень многое. Трэш-стримеры такие, бай. А некоторые люди готовы не на многое, а готовы на все. Начну с самого безобидного, чем в принципе грешат все, но мы же должны с вами постепенно повышать градусы накал страстей. И это обман зрителей. Да, это концептуально тоже звучит не супер, но на фоне всего остального обман зрителей это прям... База. На популярный семейный канал, который называется Royalty Family, если что, у них 24 миллиона подписчиков, недавно выкладывали видео, на которых люди следили за тем, что просто делают дети. И вот одно из видео, которое называется «Слежка за нашими детьми». И в этом видео родители как будто бы тайно снимают свидание своего 8-летнего ребенка. Здесь, в принципе, много вопросов, но у меня, например, а 8 лет это не рано для свиданий? Я просто не разбираюсь. Как будто барановато. Если вдруг 8-летний смотрит это видео, не знаю, во-первых, зачем, а во-вторых, выходите на свидание или все-таки рано. Короче, в этом видео было много моментов, где родители были рядом с детьми, и их легко было заметить. Но выдается это все совершенно не как постановка. И ладно, еще так называемая «Слежка», но у них огромное количество контента, которое буквально называется, давайте вместе посмотрим, «К нам в дом ворвались фанаты» или «К нам ломится бездомный». И, конечно же, такие видео, это был обычный пранк, и обычная постанова, только в какой-то момент к ним реально начинают уже ломиться в дом. И реакция здесь совершенно иная. Не такая, как на постановочных видео. И если этот канал еще как будто бы не так уж и много разводил вокруг себя хайпа или откровенного трэша, то следующий канал, который называется «Ace Family», пошел куда дальше. Но перед тем, как я расскажу про них, давайте сделаем небольшую паузу. Вы часто спрашиваете, какую помаду я использую для макияжа на видео. Обычно я беру вот эту. Это Клиник Black Honey, тот самый, который сейчас оверхайп. Вообще, я уважаю кирпичные оттенки и постоянно их использую. Но найти такой цвет, чтобы при растушевке он уходил в красный, а не в розовый, это очень сложная задача. Однако, мне все-таки удалось найти аж несколько таких помад на Мегамаркете. На Мегамаркете собраны просто миллионы товаров. Тут есть и одежда, и украшения, и косметика, и, конечно же, полная бьюти-категория. Кстати, до конца июня на нее действует повышенный кэшбэк. До 50% бонусами с Берспасибо. Например, с покупки шампуня, геля для душа и туши на 1929 рублей. Мне поступит 607 бонусов. Ими же можно будет оплатить до 99% стоимости следующих заказов. Ну и отдельный лайк за бесплатную доставку. Я обычно заказываю с опцией доставки по клику от 15 минут. Попробуйте, это очень удобно. Еще делюсь с вами промокодом Мегауход на дополнительную схидку. 100 рублей при первом заказе от 2500 рублей. Сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылочке в описании. И покупайте выгодно на Мегамаркете. А мы продолжаем. На этом канале можно найти видео про ужасный пожар в доме семьи, аварию с беременной женой и им подобные. Но правда в том, что в самих видео нет абсолютно ничего связанного с тем, что написано на обложках. Давайте посмотрим на это видео с пожаром. На деле тут что происходит? Они не закрывают кран и начинается проблема с утечкой воды. А раздуваются на обложке совершенно иначе. Хотя ладно, все мы этим пользуемся. И я, конечно же, не исключение. Однако я считаю, что это абсолютно разное. Наградить на себя на обложке несуществующие синяки под глазами и вот это вот все. Или же использовать такие острые темы, как пожар, умирание, несчастные случаи в рамках семейного канала. И можете назвать меня лицемерной, в принципе пофиг. Но я считаю, что это действительно проразное. Потому что базовый кликбейт от блогера и откровенная жесть это все-таки не одно и то же. Как вы понимаете, аварии с беременной женщиной тоже не было. И, конечно же, к счастью. Но как будто бы хайпить на таких темах супер сомнительная хрень. Кстати, еще одно вирусное видео на этом канале было снято после того, как женщина уже родила ребенка. И казалось бы, ничего странного в этом нет. Окей. Только вот она стала придираться к ребенку, что он, внимание, некрасивый. Естественно, это вызвало много реакций. И даже медсестре пришлось объяснять, что с ребенком все нормально и вполне себе он красивый обычный ребенок. Вообще, на самом деле, эта ситуация очень напоминает недавний скандал из Южной Кореи. В Корее, в принципе, огромное внимание уделяется детской красоте. И видео с детьми форсятся там в соцсетях. Недавно в выпуске корейского шоу про детей мама маленького мальчика буквально начинает буллить его из-за некрасивой внешности. И нарезки из этого шоу, конечно же, вызвали огромное количество обсуждений и негатива. В этом выпуске, вот в этих вот кадрах, мама мальчика говорит своему четырехлетнему сыну о том, что он уродливый. И поэтому он не сможет развиваться в сфере искусства и творчества. Потому что его внешность недостаточно идеальна для того, чтобы присутствовать где-нибудь в шоу-бизнесе. Звучит как сюр, но это не сюр, это правда. Полную историю про эту жесть я уже рассказала в моем видео про пластические операции в Корее. Но если вдруг вы еще не смотрели, теперь вы в курсе, что и такое бывает. Кстати говоря, вот мне очень интересно, а есть ли среди моих зрителей, кто еще смотрит это видео, такие ситуации, когда ваши родители говорили вам, что, ну, вы некрасивый человек, что у вас ничего не получится из-за внешности. Вообще, в целом, такие ситуации бывают, вы с ними лично сталкивались. Потому что конкретно у меня такой ситуации никогда не было. Мне, конечно, говорили, что я глупая, что у меня невысокий рост. Хотя, наверное, это тоже можно сказать в рамках кибербуллинга, потому что мне буквально с детства родители говорили. Ну, ладно, с детства мне отец говорил, мать такого не говорила. То, что я недостаточно высокая, поэтому как бы, ну, у меня вряд ли все так сильно хорошо сложится. И уж мне точно там не видать каких-то невероятных высот. Вот. Но я надеюсь, что как можно меньшее количество людей действительно столкнулись с этой ситуацией, что родители были всегда вашей опорой и поддержкой. Потому что, когда я стала изучать все эти семейные каналы, у меня реально просто... Ну, я не знаю, как это комментировать. Ладно, поехали дальше. Если вы, как и я, уже шокированы от того, что некоторые родители считают, что их дети просто некрасивые и это уже трешанина, то как вам история про такой семейный канал, который называется La Brand Family? Потому что они снимают видео с названиями «У нашей дочери рак». Если что, у их ребенка не было рака. Ну, они просто решили похайпить на такую ужасную тему, потому что это гарантировало просмотры. Помимо обманов видео и кликбэк на заголовках, многие родители переходят к действиям. Ведь, чтобы получить просмотры, нужно показать кучу эмоций у ребенка на видео. Ну, так они думают. Итак, родители с канала, который называется Daddy of Five, устраивают пранки над детьми, которые вызывают, ну, очень бурную реакцию у зрителей. И одно из самых скандальных видео – пранк с фейковыми чернилами. И звучит, как будто бы на фоне всего остального, пранк-раком, например, фейковые чернила, как будто бы не стрёмно. Но что происходит в этом видео? Значит, родители целенаправленно на пол разливают чернила, вызывают своего ребенка и начинают на него наезжать, какого хрена ты эти чернила разлил. Ребенок начинает пытаться это все оттирать, оно, естественно, не оттирается, и родители начинают на него орать. И с каждой минутой ребенок видно, что он находится в истерике, он пытается доказать, он пытается себя защитить, что он этого не делал. При этом он отмывает эти чернила. И они начинают на него орать. И это все идет на огромном повышении, в принципе, эмоциональной атмосфере. Когда увидела это видео, я вообще не поняла, в какой реальности мы находимся, и почему это вообще проходит, блин, модерацию. Я не представляю, типа, из серии, как ребенок в такой ситуации должен себя ощущать. Я точно так же помню, как у меня были в детстве ситуации, когда, например, приходят какие-то дети, и специально что-то там портят, потом, не знаю, спихивают это на тебя, и родители, естественно, прописывают тебе дулей. И это уже, типа, полный трэш. Но тут, когда еще родители на тебя начинают орать за то, то, что они еще и сами сделали, и это даже не какие-то детские шалости, когда кто-то кого-то представляет, что тоже полный отстой, но это собственные родители. Это вообще одейший абьюз. Самое стремное, что потом приходят туда уже другие дети, и другие дети тоже начинают подключаться к этой просто клоунаде, и я не знаю, ужас. Видео собрало кучу просмотров. Конечно же, критики там было не меньше. Дошло даже до того, что родители сняли еще одно видео, в котором они пытались доказать, что это все была постановка, был сценарий, и вообще ребенок играл, и это все было наиграно, и вообще ребенок классный актер. Но, посмотрев на эти кадры, как будто бы, если честно, трудно себе представить, что ребенок играет на камеру. Может быть, он, конечно, великий, гениальный актер, и я не могу это утверждать, и в этом не разбираюсь. Но я здесь вижу реально детскую истерику. Это то, что я вижу, как зритель со стороны. Ну и, разумеется, такие сомнения были далеко не только у меня, им концептуально никто не поверил. В справедливости ради давайте проведем наш опрос. Вот вы бы поверили, что это пранк ребенка вместе с родителем, и это одна играная истерика? Да, нет, как думаете? Окей, поехали дальше. Еще один случай из категории пранков в англоязычном ютубе над детьми, и это видео со слабительными. Да-да, родители реально это делают. Одно время там был целый тренд, и были очень популярные видео, в которых родители дают слабительное своим детям. Они подмешивают ее в еду, подмешивают в напитки, а потом снимают их реакцию. И вот один из таких роликов был выложен на канале, который называется CG4Cool. Я вообще не знаю, на самом деле, зачем я говорю вам название этих каналов, потому что не думаю, что вам нужно дойти и смотреть. Лучше вы останетесь на моем канале и посмотрите что-то более полезное, или хотя бы менее ужасающее. Ну или, если хотите более ужасающее, вот про косметологов жуткое видео было. О как! Не, ну серьезно. Я не выдерживаю. У меня так много слов, но я так мало могу сказать, поэтому я буду высказываться в своем телеграм-канале. А еще в телеграм-канале я делюсь часто бьюти-новинками или лайфхаками, которые я нахожу. Ну и топ любимых, по-моему, от Мегамаркета я тоже оставила там. Честно говоря, я думаю, что уже на этом моменте многие в шоке и не ожидали явно, что такое вообще может существовать. Но это было далеко не самое страшное. И сейчас вы поймете почему. Давайте посмотрим на это фото. Довольно милая и дружная на первый взгляд семья. И сложно поверить, что в ней происходили какие-то ужасные вещи. Эта ютуб-блогерша морила детей голодом, запрещала заводить им друзей. И впоследствии, после всех своих издевательств, о котором мы поговорим дальше, получила тюремный срок. Давайте по порядку. Дану зовут Рубя Франк, и она вела ютуб-канал, который называется 8 пассажиров. Там она снимала себя, детей и всю их жизнь. Изначально концепт этого канала был мамским, и она снимала туда видео для таких же мамочек, как она сама. Там она рассказывала о воспитании, жизни с детьми и обо всем подобном. То есть, по сути, ничего такого там не было. Даже было очень много положительного, и была огромная поддержка других матерей, и в целом женщин, вообще все вот так. И ее канал был один из самых популярных ютуб-каналов в этом контенте, в англоязычном ютубе. И всем казалось, что как будто бы все хорошо, но потом что-то пошло не так. Оказалось, что она связывала детей, заставляла сына спать на бабах, транслировала жестокое обращение с детьми, называя это воспитанием, и выкладывала это все на видео с туториалами. Тут мальчик рассказывает, что он никогда не спал на кровати. Тут она угрожает своей дочери, что она отрежет голову ее любимому игрушечному мишке. Тут, когда у них в доме произошел обыск, нашлись всевозможные веревки и прочие пыточные, стрёмные штуки. Как вообще дошло до того, что такой канал, на котором изначально все было как будто бы найс, как он вообще до этого дошел? Все усугубляется знакомством Руби, матери семейства с женщиной по имени Джуди. Это происходит в 22-м году, и именно тогда с самыми младшими детьми начинают обращаться ужасно. И вот в 23-м году Руби приговаривают к тюрьме. Давайте по порядку. Для Руби самая главная цель в жизни была выйти замуж. И в 2000-м году, собственно, она замуж выходит. И она не просто выходит замуж, но также и бросает колледж. Тут есть интересный факт, который звучит как будто бы не в тему, но поверьте вам, в тему. Когда она еще училась в том самом колледже, она вывешивала доску желаний, где написала про своего будущего потенциального, идеального мужика, какие-то характеристики. И чувак, который зашел к ней в комнату, увидел эти характеристики и стал притворяться таким человеком, чтобы, видимо, ее очаровать. Собственно, у него это и вышло. И тут есть нюанс, что человек подстроился под ее вот этот вот написанный идеал, который лежал просто в открытом доступе в ее комнате в общаге, и начал отыгрывать роль того человека, которому на самом деле он не являлся, потому что он просто хотел очаровать эту женщину. Но при этом, несмотря на этот фальш-старт, у них начинаются отношения, и в 2003 году рождается первый ребенок. После него рождаются остальные пять. И вот в 2015 году она создает канал «Восемь пассажиров». Изначально там были обычные видео про жизнь семьи, и основной посыл канала был показать обычную жизнь обычной семьи. Без всех вот этих вот самолетов, пароходов, миллион мании, вот это вот все. И все нормально, и проблемы никакой, на первый взгляд, нет. Но вот из-за чего этот канал начал привлекать так много внимания. Странные методы воспитания. Руби постоянно делала и говорила достаточно противоречивые вещи, но основной посыл всех этих вещей сводился к тому, что с детьми нужно обращаться пожестче. И основа ее воспитания – это жестокость. Она в своих видео мотивирует свою жестокость тем, что хочет вырасти детей достойными людьми, что они должны быть скромными, должны быть усидчивыми, ну и вот эти вот все положительные характеристики. Но парадоксально в том, что несмотря на ее пожелания, сама таким человеком она абсолютно не являлась. В одном из ее видео есть разговор между женщиной и одним из ее старших сыновей. Он неудачно разыграл своего брата и в наказании за это был вынужден несколько месяцев спать в неудобном кресле-мешке. А в этом видео шестилетняя девочка забывает взять свой обед в школу. И ребенок рассказывает о том, что она просила свою мать провести ее обед ей в школу, но мать ей отказала и запретила есть у кого-то еще, потому что, по словам матери, если ребенок будет голодать, то он больше никогда не забудет свой обед, и вообще голод класс. В целом, я очень понимаю, как можно в принципе кому-то сказать, что, надеюсь, голод заставит тебя больше не забывать свой обед. Как это вообще взаимосвязано? Тут скорее история про то, что у человека тревожность разовьется, про то, что он будет бояться абсолютно всего, не будет доверять никому. Тут очень много других нюансов, а не то, чтобы человек научиться не забывать свой обед, блин, в школу. Ребенок шестилетний, шестилетний. Один из самых диких случаев происходит с ее 12-летним сыном. Ребенок выбирается из дома через крышу, бежит к соседу и просит у соседа просто поесть и попить. Сосед, конечно же, находится в полном шоке, что к нему прибегает ребенок-соседей, который выглядит еще при этом совершенно не так, как должен выглядеть, ну, нормальный и здоровый ребенок, потому что он был весь в каких-то лохмотьях, какой-то изможденный, побитый, и, ну, я думаю, вы сами себе можете представить реакцию, если вдруг к вам квартира начнет ломиться, ребенок ваших соседей и просить у вас еды и воды. Конечно же, этот мужчина не смог проигнорировать то, в каком состоянии к нему пришел ребенок-соседей и немедленно позвонил в полицию. И когда полиция приезжает, в том же коттедже, где они жили, находят других детей Руби. Одного из них в таком же истощенном состоянии отправляют в больницу вслед за первым братом, который, собственно, и был тем ребенком, который смог сбежать из дома и попросить помощи у соседа. У меня вообще, на самом деле, в голове не укладывается. Кто вообще додумался такой контент укладывать в социальные сети, набирать на этом просмотры и, главным образом, а, в общем-то, а нахрена? Я просто в шоке. Я не понимаю. У меня так много слов, но я так мало могу сказать, поэтому выскажусь в Телеграм-канале. И это не бать. Можете не приходить, не читать. Просто на Ютубе я не могу высказать все, что я думаю на эту всю тему. В общем, зрители смотрят данный контент и, конечно же, они в полном ахере находятся, они создают петицию, там появляется огромное количество подписей, но ничего не происходит. Помните, в самом начале этого видео я рассказала еще про одну даму, которую зовут Джоди? Так вот, она к этой семье тоже имеет отношение. Примерно в 22-м году Руби прекращает съемки на свой Ютуб-канал, потому что внезапно она решила побеспокоиться о детях и пожелать им того, чтобы за ними никто особо не наблюдал из посторонних. Ага, верим. В общем, 7 лет ведения Ютуб-канала ее вообще ничего не смущало. А тут вдруг засмущало. Литимерно говорите жестоко на обращении с детьми и вредеем, когда Руби буквально занимается тем же самым. И вообще дети получали очень много негатива и сделок в той же самой школе, потому что из-за этого канала им пришлось пройти через огромное количество ада. У них получается дома ад, в школе ад, и вообще это какой-то просто бесконечный ад. В общем, после закрытия своего Ютуб-канала, Руби и Джуди начинают дружить дружбу. И тут внезапно им приходит в голову гениальная мысль, почему бы нам не завести совместный Ютуб-канал. И они его заводят. Там они решили примерить на себя образ коуча. Возможно, вы думаете, что такая коллаборация может быть как будто бы исправит ситуацию, отношение к детям будет получше, но нет, все усугубилось. Чтобы понимали, кто такая Джуди, она была психотерапевтом и оказывала психологическую помощь. Ну, а позже создала свой бизнес. Только в бизнесе она уже была лайф-коучем, а не психотерапевтом. И вообще все было очень похоже на инфоциганство. И в своем проекте она тоже рассказывала очень много про воспитание детей. И это была еще одна связующая ниточка вместе с каналом Руби. Сейчас я расскажу вам вкратце про методы воспитания Джуди. Первое, что она транслировала. Она внушала родителям, у которых есть дети, что дети — это их зло. Что родители не должны любить своих детей. Что дети не заслуживают личного пространства. И если вдруг у ребенка есть какие-то психологические проблемы, то ребенок должен жить по правде, а не получать помощь. Что такое жить по правде, я не до конца поняла. Помимо всего этого, Джуди, как и Руби, транслирует нетолерантные взгляды и оскорбительно высказывается вообще обо всем. А еще она транслирует ненависть к себе, если вы не живете по правде, которую она транслирует. Потом я разобралась и поняла, что правда — это типа свод каких-то ее постулатов, каких-то ее выдуманных штук, которые вот, они правдивые, а все остальное — это неправда. Даже если у вас какое-то психологическое заболевание, это просто, ну, ложь. Короче, в Джуди очень много ненависти, и она максимально странная. Она странно вела свои консультации. И, конечно же, главная ее цель была в заработке. И она ужасно психологически давила как на клиентов, так и на своих зрителей, в своем умеотном контенте. А зрителей у нее и клиентов было очень и очень много. Я теперь думаю, что контекстуально вы понимаете, вайп одного и вайп второго персонажа. Вместе они начинают придумывать новые правила воспитания детей и, конечно же, это транслировать. Например, если ребенок опоздал домой, то он должен находиться на улице и бесконечно там отжиматься. А если дети отмечают Новый год, Рождество точнее, ну, то есть, в принципе, концепт отмечания Рождества, то им обязательно говорилось, что Санта не придет и подарков не будет, потому что дети не экологичны. Что это значит, я тоже не понимаю. Также детям запрещалось использовать возможные гаджеты, видеться с друзьями, их заставляли убираться в жилище. И это не то, что родители обычно говорят детям из серии, там, не знаю, тарелку за собой помой, полы помоет, не знаю, там, чашку в посудомойку положи. Это буквально намывание жилья. 24 на 7. Вместо любого досуга, вместо вообще всего. Просто намывание полов и всего-всего-всего в жилище. И при этом профессион вас постоянно тыкают камерой и спрашивают, как ты себя чувствуешь, насколько сильно ты любишь своих родителей и вообще давай отчитайся перед нашими подписчиками на ютубе о том, что вообще сегодня у тебя произошло. И дети просто вынуждены рассказывать вот эти все невероятные истории, как им весело преисполняться в том, что с ними происходит. И все это транслируется. Там просто мрак, там весь набор лишения еды, сон на холодном полу и лишения воды, и пытки трудом, и чего там только нет. И все это снимается на камеру и еще заставляли стоять под солнцем на протяжении часов без головных уборов, солнцезащитных кремов или без воды. Зачем и нахрена у нормального человека ответа на этот вопрос не будет. И вот август 23-го года мальчик по имени Рассел пытается сбежать из дома. Как вы понимаете, у него ничего не получилось и его поймали во время побега. И с этого момента ребенка начинают связывать. Его буквально начинают связывать и пленить дома. Ребенка связывали, клали на пол и он просто лежал связанный на полу. Он попробовал еще одну попытку в какой-то момент и она у него получилась. Он добежал до соседей, соседи вызвали 9-1-1 и тогда этот случай и вообще все это пьющее безумие, которое там происходило, действительно подверглось огласке. И на него действительно обратили внимание. Наконец, служба принимает необходимые меры. Полиция забирает детей, арестовывает Джуди и Руби, обыскивают дом и, конечно, они находят доказательства всего, что могло бы обвинить Руби и Джуди. Джуди. Неважно. Наконец, женщин судят. Об этом узнают все. Их обвиняют в жестоком насилии и поднимают множество случаев, когда Руби издевается над детьми. Многие, кто не следил за такого рода каналами, узнали о Руби именно после судов и обвинений, потому что это было во многих американских СМИ. И прямо сейчас, когда ты начинаешь искать информацию на тему, ну не знаю, всего, что связано с материнством или с семьей, вот эта вот вся история, и если ты еще на англоязычном Ютубе, ты просто не можешь не наткнуться на эти видео. Я пыталась их игнорировать, потому что у меня это не особо было интересно. У меня был свой вопрос, и я хотела получить на него ответ. Но когда я все это нашла, мне стало просто ужасно. Я не знаю, зачем решила с вами поделиться. Ну, просто вот, трэш. Надеюсь, что в вашей жизни такого не будет, и если у вас будут дети, вы будете осознанными родителями. И знаете, когда этих женщин судили, старшая дочь Руби вот что написала в своих социальных сетях. Сегодня был важный день. Я и моя семья так рады, что справедливость восторжествовала. Мы годами пытались сообщить об этом полиции и органам опеки. И мы очень рады, что они наконец-то решили вмешаться. Написала Шерри. Вот такая вот история. Мне нечего сказать, кроме слов.